И так, мои дорогие армянские друзья, 2 часа 20 минут утра в Нью-Йорке, не сплю, отоспался за день, я же работаю по ночам, так вот, сбит этот режим, сегодня 29 марта, вот думаю, чем 29 марта достопримечательно, не знаю, может вы подскажете. Леон Малабян опять к вам, с интересными мыслями, которые вы, армяне, поддерживать не собираетесь, сегодня, во всяком случае, может быть завтра у вас появится настроение поддерживать эти мысли, они очень здоровые, очень хорошие, и основаны они на правде. Я не жил 200 лет назад, я точно не знаю, что происходило, говоря о фактах, Но у нас есть определенного рода возможность проследить то, что происходило с армянским народом за сотни лет. И, скажем так, что ничего достопримечательно радостного с нами не было, без конца резня, без конца нападки, уничтожения, войны, погромы. Давайте пойдем почти в новейшую историю, ту историю, о которой нам более или менее уже известно. Эти безобразные погромы армян с султаном Хамидом в конце 19 века, тот кошмар, который они устроили. Мы же не говорим тысячу человек, пять тысяч. Мы говорим сотни тысяч человек уничтожены было. Дома у нас в Западной Армении, они нас уничтожали, я называю их человек-зверь. То есть это с большим уважением к качеству этого homo sapiens, прямоходящего. Это звери, это человек-зверь, у него ментальность зверя, хотя он имеет облик человека. Потом этот кошмар в 1915 году, так, причем этот кошмар не был такого рода спонтанным кошмаром, как то, что вытворял Хамид, просто человек-зверь. Здесь уже участвовали младотурки. Вы прекрасно знаете, кто такие младотурки. Начнем с того, что это слово почему-то боятся употреблять. Они евреи. Дон Мейс. Они вот так же были масонами, которых тренировали в Салониках, знаменитый Жаботинский их тренировал и так далее. Мы прекрасно знаем, что это был заговор евреев против турецкого султана. Им удалось развалить атаманскую империю. Именно им они захватили власть, развалили ее, выбили ее с Палестины. Открыли дорогу для организации Израиля там. В обмен, не в обмен на изничтожение армян на территории Западной Армении. Кого я обвиняю? Я бы хотел назвать свою передачу «Я обвиняю». Кого я обвиняю в том, что с нами происходило и происходит? Ну, естественно, люди эмоциональные и не совсем образованные скажут «проклятый турок». Нет, ребят. Нет, ребят. Это то, что они, те, кто управляет всеми, и турками, и нами, и другими, хотят, чтобы мы верили. Турок – это орудие. Вот эти вот султанаты, вот эта кучка, которая пока временно объединена под названием Азербайджан, как упрек Богу на земле против того, что существует настоящий азербайджанцы, живущий в Иране, так сказать. Там же лезгины не живут, и черкесы, правда, среди них? Хеаварц – они те, кто они есть. Итак, это только инструмент по уничтожению армянского народа. В руках кого? Я не знаю до конца, в руках кого, я не пытаюсь об этом даже сейчас думать. Я обвиняю белую расу. Да-да-да, белую расу. Всю. Я обвиняю русских, французов, англичан, немцев. Немцы, кстати, даже и не скрывают, что они принимали прямое участие в геноциде армян в Османской империи. Они этого даже не скрывают. А они и получили по башке немцы, мало не показалось. Ох, как мне их жалко. Ребят, вы не думайте, что все просто так. Итак, я обвиняю белую расу. Турков, весь этот сброд около турков и их учителей ветхозаветных в том, что происходит с нами. Ветхозаветные бесы, а не учителя, которые управляют этим миром, или, во всяком случае, пытаются управлять этим миром и создают этот кошмар по всему миру. В результате всех этих гонений вы не можете сказать, что я выдумываю. Не по воле армянского народа произошел разброс армян по всему миру. Мы являемся сетевой нацией. Мы живем везде. Мы живем в этой пресловутой Российской Федерации. Мы живем в Соединенных Штатах. Мы живем на этой окраине Украины. Слава Украине! Мы живем в Германии, которую поставили два раза раком. Хорошо? Их раком поставили. Они считали себя очень умными. Посмотрите, чем их ум закончился. Во что превратили германцев два раза в 20 веке. Вы продолжайте, германцы, творить чудеса по земле. Посмотрим, как третий раз вас раком поставят. Мы живем в Иране. Мы живем... Официально живем в Грузии, так? Грузины говорят, что это их территория. Ну и хорошо. Значит, мы живем там. И так далее. Почему мы там живем? Потому что нас заставили покинуть родину. Или убивая, или мы бежали. То есть мы живем везде. Я обвиняю тех, кто участвовал в уничтожении. И в вынужденном расселении армян по всему миру. В вынужденном, насильственном расселении армян по всему свету. И в этом виновата Россия. В этом виновата Германия, Австрия. Младо-турки. Ветхозаветные бесы всех мастей. Курды, турки и так далее. Конца крайняя. Был, в конце концов, осуществлен план уничтожения и ослабления невинного, мирного, наивного армянского народа. Был осуществлен. И вот возникает вопрос. А удалось ли вам, русским, немцам, французам, ветхозаветным бесам, туркам, курдам, удалось ли вам уничтожить нас и решить армянский вопрос? Ответьте мне. И вот тут возникает ответ. Ответ нет. Вам не удалось. Вы натворили такое. Вы столько приложили усилий. И вы ничего не добились толком. Кроме того, что сократилась территория Армении. Кроме того, что по всему миру говорят о том, что вы совершили геноцид. Вы совершили геноцид кто? Русские, немцы, французы, англичане. Ветхозаветные бесы, турки, курды, вы совершили геноцид армян. А почему не удалось уничтожить нас до конца? Вот в чем интересный вопрос. Я не имею ответа на этот вопрос. Любая другая нация, любой другой народ уже исчезла с планеты Земля после такого количества кошмара, когда весь мир против нас пошел. А мы есть. Поэтому я смею выдвинуть предположение. Скажем, это мое предположение. Что кроме поисков и планов белой расы турков, курдов и их ветхозаветных бесов-учителей какая-то сверхъестественная сила сохранила нас на этой планете. Скажите мне, вот там атеистов среди нас полно, умников, какая сила нас сохранила. Я повторяю, я не из религиозных. Я крещеный, я появляюсь в церкви на праздники. Я считаю огромным, огромным достижением моего народа, что мы сегодня имеем объединяющую силу церкви христианской, апостольской. Это отдельный разговор. Я счастлив, что я был крещен. Забудем об этом. Я спрашиваю, что нас сохранила? Армянская церковь? Вы же понимаете, что нет. Нас сохранило что-то, то, что мы не в состоянии объяснить и понять. Хотя, конечно, среди нас есть люди, и их немало, которые имеют отношение к эзотерике, и которые на своем уровне объясняют много чего, того, что простому Ливону из Америки неизвестно. Оно эзотерическое. Скажите, а у вас есть другое объяснение того, что мы выжили, и ничего вы с нами сделать так и не смогли. Ну, территорию забрали. Пока. Именно в силу приведенных выше исторических фактов, они были исторические факты, возникает вопрос. Как мы, жертвы, безразличия и заговора белой расы, турков, курдов, ветхозаветных бесов, как мы можем быть органической частью тех стран, где мы сегодня временно насильственно проживаем, я хорошо сказал, временно насильственно проживаем. Вы что хотите сказать, что в Америке было бы полтора миллиона армян, если бы существовала бы Армения? Ну, может, было бы здесь 10 тысяч, жили бы себе, и, может быть, они капитально переродились бы и стали бы чувствовать себя только американцами. К чему я веду разговор? Что я обвиняю вот все эти группы населения Земли за то чудовищное преступление, которое было совершено к нашему народу по каким-то эзотерическим причинам, не совсем понятным мне и известным мне, мне остается только догадываться, что белая раса, а турки, курды и прочие были инструментом в руках ветхозаветного беса, этого сумасшедшего, этого дегенерата, этих придурков. Они же ненормальны. Ребят, вы понимаете, с чем мы дело имеем? Эти ветхозаветные, у них не все в порядке с головой. Вы не считаете так? Вы понимаете, вы почитайте этот ветхий завет, посмотрите, что там написано. Они называют все человечество Гоем. Гой – это не человек, скотина. Вы мне скажите, это нормальное вообще отношение к роду человеческому? Так можно? И вот подобная идея распространяется через белых, через турков, через курдов на тех, кто под ними. Они друг к другу тоже так относятся, эти клоуны ветхозаветного беса. Являются ли армяне частью ветхозаветного беса? Нет. Являются армяне в противоположность ветхозаветному бесу? Тоже нет. Мы так и не знаем, какого черта эти твари к нам лезут. Эти сумасшедшие. Мы до сих пор не можем понять, что вы от нас хотите. Это только бизнес. Вспомните, как эти уроды посылали эти самые технологии уничтожать армян в последней войне. Это только бизнес. Смотрите, что у них сейчас творится там. То ли еще будет. Итак, в силу приведенных этих исторических фактов и конкретных фактов, получается, так как мы являемся жертвой безобразия этих народов, вы не можете ожидать, что армянин, который живет в России, будет русским. Вы не можете ожидать, что армянин, который живет на Украине, будет украинцем. Вы не можете ожидать, что армянин, который живет в Америке, будет американцем. То есть, если у вас, у русских, есть свои амбиции, например, вы идете и разбираетесь там с этими полоумными украинцами, это ваше дело. Я армянин, я никакого отношения к вашим разборкам с украинцами не должен иметь. Почему? Потому что это ваша вина, что мы живем на вашей территории. Мы не хотим вас, и мы не хотим с вами рядом жить. Соседями быть? Да, дружить. Гулять? Да. Но мы не хотим выполнять вашу волю. То же самое касательно всех остальных, американцев. Вы что хотите сказать? Армяне живут в Америке, чтобы защищать интересы американского империализма? Может, мы должны пойти в Ирак и убить один миллион населения там и сказать, как мы счастливы? А? Вы понимаете, что я вам говорю или нет? Что в силу того, что они все, это белая раса, турки, курды, ветхозаветные бесы, они виноваты в том, что случилось с нами, они не могут нас олицетворять собой. Даже если мы являемся гражданами этих стран, потому что они нам обязаны, мы обвиняем их в преступлении, в результате которого мы находимся на их территории. Это они сделали так, что мы не живем дома, а живем у них. Если я еще раз говорю, это был бы маленький-маленький процент, который по своей воле оказался бы в той же Российской Федерации, в тех же Соединенных Штатах и так далее. Это их дело, маленького процента. Будьте американцами, взрывайте Хиросиму на Гасаки, делайте, что хотите. Вы не армяне. Армяне не могут быть частью никакого народа в его плохих делах, запомните, что я сказал, его международной политике, в его разграблении других народов, его ненависти к другим расам, его ненависти ко всему, то, что не является непохожим на них. Вы меня понимаете? Мы избранный народ, который не может подчиняться диктату дегенератов по всему миру. Хоть это русские дегенераты, французские дегенераты, англичане, мне не нужно слушать русского, Ваньку, чтобы знать, как мне жить. Вы понимаете? Я не хочу слушать французского, какого-нибудь, как мне жить, мне не надо это. Другое дело, живя на территории России, будучи законным гражданином России, хочу ли я кооперируется с русским народом в добрых делах? Очень хочу. Образование, медицина, культура, градостроение, делание добра. Вы у меня армянина, который стоит на тысячи лет старше вас в этой истории. Спросите разрешение, согласен ли я, армянин, с вами сотрудничать в вашем зле? Я не хочу быть частью вашего зла и не буду. И вы этого никак не понимаете. Вот сейчас у вас терки, якобы терки, потому что вам никто все равно не верит. У вас терки с Россией, у западного мира, там, то, сё. И вот ВВП, понимаете, дошли до чего? Объявили преступником. То есть вы мне, армянину, который живет в Соединенных Штатов, надевайте на голову очередную ветхозаветную былину о том, что ВВП, к примеру, преступник. Мы уже от вас наслышались баек ваших, белых, турецко-курдских, ветхозаветных баек. Был и социализм, и коммунизм, было христианство, но и есть пока еще. Было это магометанство. Сейчас у нас ВВП преступником объявлен. Вы хотите, чтобы государство Армении объявило ВВП преступником? Вы чё, больные? Вы чё, с ума сошли? Никогда этого не будет. Не будет этого. Даже если они это объявят, весь армянский народ скажет, нет, мы не имеем никакого права присоединяться к злу политическому, злу мировой системы империализма и подавления других народов квалификации ВВП преступником. Это наше дело, что мы думаем по поводу ВВП. Оставьте нас в покое. Не кладите эти слова в наш рот. Не заставляйте мою страну принять какое-то ненормальное решение в очередной раз вопреки мнению армянского народа. Скажите, пожалуйста, какое я имею право судить ВВП? Я кто такой? Если у вас есть такая власть, если у вас там есть эти никчемные суды в Гааге, Левон, почему ты сказал никчемные? Почему? Вот гаагский суд вынес постановление, чтобы этот дегенерат открыл бы дорогу, он ее открыл? В чем вы говорите? Поэтому, пожалуйста, уроды, которым мы совершенно не верим, не пытайтесь нас ввести в курс ваших дел. Мы все равно никогда не будем с вами в вашем зле. Дело в том, что то преступление, которое вы совершили, все вместе взятые, вместе с русскими, против армянского народа, приводит нас, армян, к одной мысли. Мы не можем быть вашей частью, и мы не можем быть за вас или против вас. Мы рядом. В добрых делах, в созидательных делах, в строительных. Не пытайтесь изменить нашу природу. Мы не варвары. Мы не будем убивать украинцев. И я поражаюсь тому, что армяне, которые служат на Украине в армии, стреляют в русского человека. Что вы делаете? Вы что, забыли, что вы армяне? Бегите! Бегите! Не стреляйте! Отказывайте стрелять! Что, не хватает у вас? А? Не хватает у вас храбрости повернуть это оружие, положить на землю, сказать, не буду убивать русского человека. Почему? Потому что это не моя война. Потому что русский, украинец, американец, француз и прочее, а не пускай свои дела решают без нас, армяне. Слишком много чести, чтобы мы участвовали в ваших поганых дьявольских разборках. Мы не верим вам русским, французам, американцам, англичанам, немцам, туркам, курдам, султанату, ветхозаветным. Мы никому не верим. Мы правильно делаем. И мы не можем быть частью ваших подлых амбиций по всему миру. Вы хотите друг другу уничтожить ядерным оружием? Давайте, ребята, давайте, мочите друг друга. Знаете что, родные мои, я вам скажу такую вещь, не обижайтесь. Если завтра все эти русские, так, немцы, французы и так далее, и прочее, ветхозаветные, турки, курды, исчезнут с этой планеты, планета будет продолжать жить. Хорошо? Обойдемся без вас. Планета будет жить без вас. Без этих идиотов, которые населяют эти огромные территории и спокойно жить друг с другом не могут. Слава Украине! Да, большая слава Украине! Большая слава Украине! Продолжайте убивать русских людей, а русские будут продолжать убивать вас, а англичане, французы, немцы, американцы и ветхозаветные будут хлопать в ладоши, когда белая раса уничтожает друг друга. Вы хотите, чтобы мы с вами были? Вы идиоты! Вы идиоты! Мы уже с вами один раз были в 1915-м. Вы себя показали. Чтобы вы горели со своими идеями. Оставьте нас в покое. Оставьте нас в покое. Слишком много чести иметь с вами какие-то дела, кроме созидательных. В общем, я на этом закончил свое возмущение по поводу этого безобразия, связанного с этим оскорблением Гаагского трибунала назвать ВВП преступником, объявить его преступником. Вы можете делать все, что хотите. Когда вы бомбили Хиросиму и Нагасаки, вы у меня, армянина, не спрашивали разрешения. Вы делайте то, что вы делаете. Вы мою поддержку не получите. Для меня ВВП ВВП. Там живет три миллиона армян. Оставьте меня в покое со своими амбициями. Оставьте наш народ в покое. Вы этого делать не хотите. Мне недавно посчастливилось заочно познакомиться с совершенно замечательным человеком. Я очень люблю армянский народ. Ну, а когда я встречаю подобных людей, как наша замечательная Мина Хачтыря, вы знаете, говорят, полное что-то радости. Такая радость. И я вошел в контакт с Миной через... Вот, мне объяснили, как это делать. И спросил у Мины разрешение. Мина пишет потрясающие статьи на своем интернет-канале. Очень интересный человек, замечательный, умница. Умница, с большой буквы. И я спросил ее разрешение, можно ли мне на своем канале иногда зачитывать ее статьи. Она говорит, ну, разумеется, Левон, пожалуйста, это и для вас, и для всех. Так что Мина Джанби разрешила. Я вот хотел бы вам прочесть то, что пишет наша замечательная Мина. И те, кто ее не знают, а я уверен, что ее очень многие не знают, наш всезнайка народ. Итак, Мина Хачтыря. Противник перестает быть таким уж противником, если вы с ним разговариваете на одном языке, слушаете одну и ту же музыку, любите одних и тех же авторов, покупаете одни и те же бренды. Суть мягкой силы, а точнее, не мягкой власти, в том и заключается, чтобы влюбить жителей страны твоего интереса в твои же бренды, музыку, культуру, используя все пять человеческих чувств. Какая умница! Частичная вина за происходящее в Армении лежит на Россотрудничестве, которое могло бы стать антидотом тому культурному геноциду, что происходило в стране последние десять лет. Геноциду, которому противостояли деятели культуры, что стояли на площади республики в апреле 2018 года. Россотрудничество не заметило ростки русофобии в стране, которая никуда не денется, в кавычках, упустить тот факт, что ее может просто не стать. Определенный сегмент армянского общества продолжает любить русскую культуру не благодаря росту сотрудничества, а даже не зная о его существовании. Вот как я, даже никогда не знал. Я же не могу сказать, что я не люблю русскую культуру, даже нельзя смешивать с ВВП или с русским империализмом и со всем отрицательным, что громко называется русская власть. А в массе своей общества видела в своем союзнике исключительно защиту. Это говорят о русском народе, скажем так. И когда турко-саксонская подстилка, турко-саксонская, я добавлю, бесовская ветхозаветная подстилка, бархатной силой захватила власть в Армении, спровоцировав войну и проиграв ее, сделав все возможное, чтобы не дать возможность союзнику выполнить свои обязательства прямо и косвенно, обвинив его в своем поражении. А через своих спутников и вовсе в сговоре с врагом армянское общество погрузилось в бездну разочарования. В Армении нет русофобии, точнее, семена ее только дали ростки. В Армении есть профессиональные русофобы и огромное разочарование, с которым никто системно не работает. Когда с началом СБО мир накрыло шиза по отрицанию русской культуры, класс! Многие поняли, что для формирования образа негодяя и мерзавца личность необходимо лишить культурного наследия. Ибо крайне сложно уничтожить нацию, родившую Достоевского или Льва Толстого, и легко ненавидеть варвара и агрессора. Хочу поделиться с вами красивым примером истории мягкой силы для осознания того, почему коллективный противник России начал кампанию по уничтожению русских корней у авторов великих произведений. О, какая мысль! Жаль, что сегодня Россия не предлагает простой английской учительнице, это в кавычках, нечто ради чего она готова сорваться и приехать в Москву. Английская учительница, разумеется, образ собирательный. Здорово, правда, ребят? Ребят, там каждый день такие сентенции выходят. Вот смотрите, что она пишет. «В любой непонятной ситуации ложись спать, действуй по закону или доставай нож, ибо это уже гной». Вот так вот. Толстой считал, что непротивление злу спасает людей от множества бед. Это тот редкий случай, когда и я не разделяю позиции Льва Николаевича. Злу необходимо и должно сопротивляться. Только сопротивление делает из человека личность, а из населения народ. Это вас касается Армении, Ереване, Варцахи. Это вас касается Армении в диаспоре. Друзья, рассказывая о том, что пять лет назад все было в шоколаде, мы отрекаемся от погибших в 2008 и в 2016 году полицейских. Мы делаем вид, что не было электрик Майдана и митингов за сохранение Амулсара. Не может быть счастливой страна, в которой в парламенте визжит Никол Пашинян, вышагивающий из Гюмри, уже будучи депутатом. Не может быть счастливой страна, в которой зять президента скупает остатки желтой помойки депутата Пашиняна в обмен на его молчание. И не осознает, что твоим признанием еще больше закапывает своего тестя, доказывая, что страну превратили в восточный базар. В восточный базар превратили мой дом Армению. За эти пять лет случилось страшное корни зла, тщательно поливаемое бабло предыдущей властью дали кровавые плоды. Я хочу повторить эти замечательные слова. Корни зла, тщательно поливаемые баблом предыдущей властью, дали кровавые плоды. Да, страну нагрыл эндогенный психоз. Вы слышите, что эта женщина говорит? Эндогенный психоз, это то, что я вам говорю. Посмотрите, что происходит. заболела она до того, как Никол начал свой шаг. Шаг Никола это нарыв, но инфекцию занесли много раньше. И до тех пор, пока мы лечим болезнь, а не ее причиной, да и болезнь, но толком не лечим, излечения не будет. Нельзя обвинять народ в том, что ему больно. Сколько раз я об этом говорил? не трогайте, не говорите, не обвиняйте народ, зомби, то, сего. Нельзя. Что вы делаете? Нельзя обвинять народ в том, что ему больно. В 2018 году болезнь прорвалась. Болезнь под названием подписанная Стамбульская конвенция. 11 биолабораторий, кишмя, кишащая, сарасня, пашиняны в парламенте. Все в этом мире продается и покупается. Лозунг, под которым 10 лет в Армении продавалась и покупалась любовь, признание, отношения. Технологии третьего президента похожи на врачей, которые ежедневно рассказывают пациенту об ужасах болезни, пытаются ему внушить, что его предыдущий образ жизни был идеален. Пациент интуитивно понимает, что ему врут, то, что армяне понимают. Не думайте, что армяне не понимают этого и перестает доверять врачу. Мы армяне, мы не доверяем врачу. Нельзя вылечить ожирение, рассказываю пациенту, что поглощают торты и жареный картофель. Он был прав. Народ прав, что не доверяет врачам-шарлатанам. Серж Азатович по его же признанию ошибся. Итак, я прочел два совершенно замечательных высказывания нашей замечательной Мины Хачрян с ее разрешения. Я лично очень благодарен. Читая то, что пишет наша замечательная Мина, душу мне открывает. Перехожу к чтениям со страницы 10 еще раз нашей книги о Месропе Маштопе, Мацоце. Я не совсем помню, где я остановился, но я думаю, маслом кашу не испортишь. Месроп Маштоп родился в деревне Ацекац области Торон в Армении в семье Селянина полудворянского происхождения. Я думаю, я это читал. Год рождения Маштопца принято считать 362-м. О его родителях знаем только то, что отца звали Вардан по свидетельству Корюна, Корюн это историк, а также других наших историков, Парпицы, Хоринацы и другого. Месроп получил хорошее для своего времени образование своей родной области, Торони, после чего переехал в столицу Вагаршапат и служил при дворе Хасрова III в качестве секретаря, а затем стал военным. Я думаю, я читал уже это. Он владел греческим, сирийским, представляете себе, персидскими языками, на которых велась документация при армянском дворе. Точно неизвестно, сколько лет служил Месроп при дворе, но мы знаем, что там его любили и уважали. Причем Корюн пишет, что он знанием ратного дела снискал любовь своих воинов. Вот интересно, да? Несмотря на успехи на этом поприще, Месроп оставляет военную службу, принимает духовный сан и посвящает себя отшельничеству, отдалившись от мирской жизни, обитая в пещерах. Вот так вот. Вот так вот. В этом отшельничестве он находит в себе сподвижников, которые, по всей вероятности, стали его последователями и учениками. Затем вместе со своими учениками направляется в область Гохтен, где народ еще хранил языческие верования и обычаи. К нему навстречу уезжает местный правитель Шабид. С радостью принимает его и предоставляет ему возможность развернуть проповедническую деятельность. По свидетельству Корюна он обращает в христианство все население области Гохтен. Вот интересный момент, правда, что наш месроп занимался вот этой деятельностью и он обращал в христианство людей определенной области. А служитель языческого культа изгоняет в медицию Марастан. Вот это мне тяжело читать, что их изгоняют. Я не знаю, изгоняют ли, уничтожают ли, вы понимаете, мы ничего не знаем толком. Этот успех, однако, не удовлетворяет месропа. Он был озабочен мыслью принести пользу всему народу и не считал большим результатом вытеснения язычества только из одной области. У меня есть миллион вопросов к этому. Язычники оставались еще в разных местах, а обращенный в христианство народ ничего не понимал в церковной службе и проповедях. И, естественно, после того, как он покинул, покинул бы область или даже во время его пребывания там, втайне продолжал бы поклоняться языческому культу веками укрепившемуся в его душе. Что в этом ненормального? Опыт уже целого столетия сам по себе подтверждал это. Христианство было объявлено официальной религией в начале 4 века, тогда, когда в начале 5-го или, по крайней мере, в конце 4-го века во многих местах еще проникло в народные массы. Вот так. Историки, как и сам Месроп, объясняли это тем фактом, что в цирках богослужения, проповеди, молитвы совершались на греческом или сирийских языках, непонятных народу. Слушайте, как интересно вот мы подходим к тому, чем он решил заниматься. Потому основы христианской религии в сущности оставались недоступными народу. Это причиняло большое беспокойство Месропу и не только ему, по той простой причине, что в этот период христианская религия являлась важным фактором сохранения общенационального духовного склада, развития единой культуры, сохранения самого армянского народа. Вот, вот, вот это вот мощно. Положение армянского народа в эпоху Месропа было очень тяжелым. Будучи в 387 году разделена между двумя крупными державами, страна фактически потеряла не только независимость и территориально-политическую целостность, но также подверглась различным культурным и политическим влияниям. Часть страны, находившейся под властью Рима, была в сущности превращена в провинцию Византийской империи, которой правили наместники или стратеги, назначаемые императором. Восточная часть, подчиненные Персии, хотя номинальность сохраняла статус царства, однако находилась в зависимости от царя-царей Персии. Платила ему дань, и даже внутренние дела вела с его согласия и под его непосредственным руководством. Расчлененность с одной стороны, отсутствие собственной письменности, вот, вот, подбираемся, и литературы с другой угрожали народу дальнейшими, еще более тяжелыми бедствиями. Вот к чему мы подбираемся. Потрясающе, да, подходит человек, кто написал эту книгу. В стране в качестве государства религиозного языка, а также языкообразования были приняты греческий и сирийский, а в восточной части также и персийский, то есть восточной части Армении был греческий, сирийский и персидский. Это обстоятельство лишало армянский народ возможности воспринимать догмы христианского учения на родном языке. Народ должен был бороться за политическое, экономическое и культурное единство. Опасность ассимиляции существовала в обеих частях страны. Ой, как интересно, причем, хотя в восточной части персидские власти еще терпели христианство, однако, как показала история, это не могло долго продолжаться. Персидские цари стремились уничтожить христианскую религию и навязать армянам зороастризм, что, как известно, привело к войне Вардана, причем это насильственная смена религии, по существу означало ассимиляция армян персами. В этих условиях естественная озабоченность Месропа. В области Гохтан, восточной части Армении, из опыта своей проповеднической деятельности, он убедился, что в существующей ситуации народные массы не могли в должной мере усвоить христианскую религию, так как, как мы уже говорили, проповедовалось на греческом или сирийских языках непонятных народу. И так как в данной ситуации распространение и укоренение христианства были не только религиозной задачей, а в большей степени политической и идеологической, приобретавшей значение важнейшего фактора предотвращения ассимиляции. Вот как дела обстоят, ребят. То, естественно, Месроп стремится приобщить армянский народ к христианской религии в несравненно больших масштабах, чем это удалось ему, его проповедической деятельности в пределах лишь одной области. Вот какая перед ним стояла колоссальная благородная задача. Все это вкратце, но очень ясно излагает Корюн. И когда он сел среди них слово жизни жителям Гавара области, того являлись великие знамения. Он задумал еще больше озаботиться об утешении всей страны, то есть Армении. А потому умножил свои непрерывные молитвы с распростертыми руками, вознося молитвы Богу, лил слезы, припомнив слова апостола и озабоченно говорил, «Великая для меня печаль печаль печальней непрестанное мучение сердцу моему за братьев моих и родных». И говорил, «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему за братьев моих и родных». Ребят, вы знаете, я беру на вооружение себе эти необыкновенные слова Бесропа Маштоза, потому что я живу этой фразой, хотя я об этой фразе и не знал. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему за братьев моих и родных я беру на вооружение это, потому что это я, я ощущаю вот это так». Итак, осаждаемый печальными заботами, как бы в сетях раздумий находился он в пучине размышлений о том, какой бы найти выход из тяжелого положения. В этих раздумьях и заботах, как свидетельствуют хоринации и парпеции, у Бесропа возникает идея создания армянских письмен. Письмен. По свидетельству как корюна, так и хоринации и парпеции, заботы и страдания Месропа, которые зачастую приобретают религиозную окраску и приписываются божественным внушению, в сущности основываются на одном. Проницательный ум Бесропа, великого человека своей эпохи, смог во всей глубине осознать историческую ситуацию указанного периода, его дальнейшие трагические последствия и найти то мощное средство, которое дало бы возможность армянскому народу сохранить национальную самобытность, идеологическое и культурное единство и тем самым избегнуть опасности ассимиляции. Какие потрясающие мысли и слова. Другими словами, Месроп оказался тем великим армянином, который смог найти мощное средство сохранения национальной самостоятельности армянского народа. Им было великое дело создания армянских письмем, перевода христианской литературы на армянский язык, создание собственной литературы, развитие собственной письменности, чему и посвятил он всю свою дальнейшую жизнь. С целью осуществления своего намерения Месроп после долгих раздумий и волнений возвращается в Агаршапат, чтобы обратиться к католикосу с его помощью найти выход из положения. Ребят, вот на этом я останавливаюсь сегодня. Сегодня у нас что? Вот я напишу 3-го 29-го 23-го мы остановились. Своё чтение по поводу нашего замечательного Месропа Маштоца и эти объяснения наших историков и наших людей около исторической науки, которые пытались как-то внести ясность в последовательность событий, связанных с этим гением армянского народа. на этом я буду заканчивать сегодняшнюю передачу, мои дорогие. Вы знаете, что-то я хотел вам дать послушать, что-то очень приятное. Я вот сейчас одну минуточку, вот, послушайте, какая красота немножко. Послушайте, родные мои. Это армянский армянское христианское пение, которое называется по-английски ло. в переводе на русский язык. Господи, имей милосердие. Слушайте, друзья, слушайте. Слушайте, гения. Армения из Индии. Эти дикие фразы хотят нас уничтожить. ничего вы не сможете с нами взяться. Где бы мы ни жили, мы будем строить еще одну Армению. Эта цивилизация, эта культура неистребима. Так же, как планета Земля. не уничтожить. Ребят, что-то вы мало пишите комментариев. Пишите комментарии, ребята, это очень важно Ведь оно же нас объединяет Вот вы пишите, Левон, спасибо тебе До здоровья Ну напишите что-то еще Что именно вам понравилось Почему у вас возникает ощущение, что вот это правильно Вот это неправильно А что можно улучшить? А что можно предложить? Нам надо распространять нашу культуру Вот делать то, что я делаю Понимаете? Распространять ее Счастливо всем оставаться Шачно ракале Мои родные и дорогие армяне Хорошо? Давайте Всех благ А программа называется «Я обвиняю» Я от этих слов не отказываюсь Счастливо